Девушки отдыхают В армии Букхард преуспел. По окончании школы рейнджеров он был отправлен в Ирак в составе 3-го батальона. Он нашел свое место в жизни и собирался остаться в армии. А через два года в центре Ромади напоролся на мину. Букхард не смог приспособиться к гражданской жизни. Больше пару недель на работе не задерживался. Начались проблемы с полицией. Всем рассказывал, что армия его кинула. Со временем он стал частым гостем в Хуаресе. Бог знает, что ему там было нужно. Но однажды он пересекся с Кирпичом, шефом безопасности Санта-Бланки. Они выпили пиво, курнули. Букхард стал травить армейские байки. Кирпич поражен. У него наметан глаз на стоящий товар. Он пригласил Букхарта в Боливию для обучения солдат-картеля в провинции Монтуёк. Кирпич хочет создать лучшую в своем роде армию во всей Южной Америке. И ему нужен такой человек, как Букхард. Человек, который сможет обучить этих уродов тактике городскому бою в полной разборке автомата за две минуты. Человек, который превратит Нариков в отборных солдат. Руководитель тренировочной программы картеля идентифицирован. Это бывший рейнджер Карл Букхард. Парень перешел черту, начав работать на картель. Уничтожьте его. И силу дела. Каждый из нас... Можно ехать. ...должен стремиться стать еще совершен... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Мы в порядке, все целы? Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Я за штурвал. Продолжение следует.